Здравствуйте, друзья! Я знаю, многие из вас дождались, заждались, ну и дождались, конечно же, нашего великолепного Герпеса Адольфовича на данном примере. Он вам продемонстрирует, как можно легко и просто опустить сотрудника банка, в частности, банка Тиньков. Давайте послушаем, понаслаждаемся, ну и хорошего всем настроения. Итак, внимание! Здравствуйте! Я вас приветствую! Меня зовут Данил Игоревич, специалист отдела реструктуризации, банк Тиньков. Сергей Владимирович? Совершенно верно, Сергей Владимирович. Слушаю вас. На данный момент еще раз повторюсь, звонок поступает вам из банка Тиньков по поводу обслуживания вашего счета в нашем банке. Хотелось бы уточнить, у вас оплата на данный момент не происходит уже в последующие 5 месяцев. Как раз с чем это связано? Что вы предпринимаете для решения данной проблемы? О, ну, можно с конца начну, да? Я, вот, решение данной проблемы. Первое, что я сделал, это переквалифицировал, собственно, проблему в статус задачи. И мне так легче живется. Вы не против, я надеюсь, такого подхода. Ну и далее, что я предпринимать стал? Я предпринимал, скажем так, ну, как бы слово-то подобрать. Я занялся самообразованием. Я начал изучать законы, я стал изучать, как устроена банковская система, в частности, банк Тиньков. И пришел к выводу, к радостному, на мой взгляд, выводу для меня, что, в общем-то, без каких-либо последствий, если все грамотно сделать, можно прекратить взаимоотношения с любым банком, не только с Тиньковым. А с Тиньковым уж уж точно. Что я вам рекомендую сделать, юноша? Перестать представляться сотрудником банка Тиньков. Это зазорно. Тут два варианта. Либо вы не знаете, как устроена банковская система вообще, а она грабительская, если в двух словах. Либо вы человек, который, собственно говоря, плевать хотел на свой статус гражданский и человеческий. Если конкретно вас интересуются сотрудники банка или нет, я могу вам предоставить свой идентификационный номер. Мне все равно. Нет, вы неправильно поняли. Такое ощущение, что вы меня не слушали. Я вам совершенно... Я спокойно... Я верю. Я верю, что это вы из Тинькова звоните, потому что просто так представляться сотрудником банка Тиньков, не будучи им, это все равно, что самому себя оскорблять. Ну, а коль уже вы констатируете факт, то констатируйте, то есть признаете, что банк Тиньков – это ваш выбор. А я вам, ну уж извините за прямоту сочувствую с вашим выбором. В данном случае, то есть вопрос конкретно меня не касается, а вопрос на данный момент конкретно по поводу вашей задолженности в нашем банке. Соответственно, как я понимаю, то есть вы не согласны с какими-то условиями или же конкретно... Вот понимаете, в чем замечательность данного вашего утверждения? Вы констатируете, скажем так, факт, и в то же время не понимаете, как глобально зацепили тему. Вы не согласны с какими-то условиями, вы сейчас сказали, да? И тут совершенно верно, если так не глубоко копать, но если копнуть глубже, то я не то что не согласен, я категорически не приемлю жить с такими условиями, которые навязывает банк своим клиентам. Вот. Это совсем я кратенько копну. Ну, то знаете, надрывал дерн, что называется. Если копать глубже, вы, молодой человек, можете ошалеть от этой откровенности. Если хотите... Сергей Владимирович, давайте побольше конкретики у нас с вами разговорим. Конкретно меня интересует вот так, как вы данный вопрос собираетесь разрешать. Ага, ну, хороший, хороший конструктивный подход, согласен. Я разрешать его таким образом намерен. Я не буду ничего предпринимать. Вот, собственно, вообще ничего, кроме того, что я уже сделал. Я отправил ряд писем в банк, где сообщил свою позицию, чтобы банк не думал, что я скрываю, чтобы банк не думал, что я испугался. Уж чего такого. То есть, знаете, вступил с банком в цивилизованный конфликт. Подчеркну термин. Цивилизованный конфликт. Вот. Я написал все. Объяснил на основании каких статей Гражданского кодекса, на основании каких федеральных законов. Я приостанавливаю платежи в банк. В двух словах, мне нужна информация, мне нужен договор. Реальный договор, подписанный двумя сторонами, которого у банка нет, кроме анкеты и акцепта подписанного. Это не является взаимоотношениями между двумя субъектами юридического права в формате взаёмных отношений. Вот так вот. То есть, одним словом, я практически уверен, что Тинькофф не сможет парировать мои выпады. И уж тем более, я точно ничего предпринимать не намерен. Банк Тинькофф в этом случае, в нашем конкретном случае, пострадавшая сторона. Я сторона нейтральная пока что. Если банку угодно, пускай меня переквалифицируют в статус ответчика в суде. Я готов вступить в истинно-состязательный процесс и представлять свои интересы самостоятельно. Соответственно, условия договора, я думаю, вам уже озвучили ранее. Соответственно, в двухстороннем порядке не было, глубоко говоря, как вы говорите. Заключены было заключено? Нет договора, юноша. Вы ошибаетесь. Договора с банком Тинькофф не существует у меня. Его нет. Имеется он в трёх частях, соответственно... Это вы сейчас говорите о анкете, о аферте и подписанном акцепте. В формате финансо-денежных отношений. Чёрт, такой договор. Нет, юноша. На основании закона... Я же вам в начале разговора порекомендовал изучить кое-что. Но если не хотите, это ваш выбор. Я и не собираюсь сейчас вас поучать. Мне на это времени нет. Но я вам скажу, что на основании закона о банках и банковской деятельности должен быть договор с подписями двух сторон. Долговая расписка, проще говоря. Долговая расписка. Я вас понял, что вы имеете в виду. Соответственно, заявление анкета, подписанное вами, содержит все существенные условия договора. Это вы сейчас процитировали выдержку из той самой анкеты. Ни в одном законе, ни в федеральном, ни в гражданском кодексе нет такой сноски. Это вы сейчас процитировали. 34-й статья гражданского кодекса. И что там написано? Что договор с Тиньковым вот в такой форме законен? Вот вы сейчас сказали, 334-я статья. Будьте любезны, продекламируйте. 334-я. Простите, связь, видимо. Я вам озвучил. Что там написано? Я вам озвучил конкретно, что иная форма как раз заключения, точнее, данная даже форма, вполне направлась. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вы мне озвучили выдержку из этой вот анкеты. В самом начале этой анкеты, вот этой вашей, это я читал. И, понимаете, практически сразу же это в памяти всплыло. Но 434-я статья гражданского кодекса, если я понимаю, как-то по-другому звучит. Сейчас не готов ее ни процитировать, ни вспомнить на память, потому что я заверен персонального автомобиля. Мне, кстати, все время интересно, почему вы не разговариваете в нормальном человеческом языке, а эксплуатируете термины «озвучил». Вы свой статус этим повышаете? Ну, скажите, пожалуйста, спокойно, нормально. Я вам сказал, я вам рассказал, я вам озвучил. Но вы же не радиоприемник и не граммофон какой-нибудь. Игорь Владимирович, мне нужен какой-то результат нашего разговора. Соответственно, мне уже данный результат понятен. Конечно. Я не радиоприемник, я вам ничего не озвучивал. Я не радиоприемник, я вам сказал. Да, вот так, пожалуйста, мне больше нравится. Для меня имеет ключевое значение. Значит, вы радиоприемник. Вы озвучиваете. Тогда говорите на человеческом языке, а не на языке приспособлений. Это вы как приспособление. Я понимаю, что вы устроились на работу и вас эксплуатируют как приспособление, невзирая на ваши человеческие, скажем так, амбиции. А вы в то же время уподобляетесь этому радиоприемнику, тараторите одно и то же, вместо того, чтобы прийти с работы и посмотреть реально, что да как, что вы делаете. Сергей Владимирович, не уходите от темы разговора. Я не ухожу от темы разговора, для меня это актуально. Как я понимаю, вы отказываетесь от оплаты. Сроки установлены банком и вообще. Соответственно, как я понимаю, также в досудебном порядке с вами данные вопросы не разрешите. Правильно я понимаю? А я же вам повторю, если вы забыли, что я всю свою позицию изложил на бумаге и отправил заказными письмами в банк. Кстати говоря, я уже получил уведомление о выучении, что некий сотрудник Петренко получил все эти письма. Хорошо, я вас понял. Просто в рамках данного конкретного телефонного разговора хотелось бы это услышать, потому как, возможно, у вас что-то с того момента поменялось. Если нет, что ж, я вас понял. Хорошо. В данном случае, тогда я вынужден зафиксировать, что вы отказываетесь от оплаты. Соответственно, как вы уже... Юноша, у меня вот такой вопрос. А вот неужели работы другой нету для мужика в этом мире? Для мужчины нормального, будущего, молодого человека. Неужели нет работы, кроме как звонилкой работать? И людей деньги вымогать за копейки? А сейчас мы с вами разговаривали, как сотрудник банка, если... Так нет, но я понимаю, что сотрудник банка... Банка как такового-то не существует от этого Тинькова. Это все, знаете, эфемерная такая. Даже офиса клиентского нет. Есть офис для корреспонденции. Куда как это самое... Были так, чтобы тебе напомнили, что банк Тиньков, дистанционный банк... Так нет, нет, я не против банка вот этого Тинькова, Лешка, он вообще молодец. Он мало того, что все население нагибает алчное, так он еще и в сотрудники привлекает бестолочи всяких. Ну вот у меня на этом фоне вопрос. Ну вы мужчина будущий, сейчас пока юноша, пылкий, со взором горящим. Что, неужели нет работы нормальной? Сергей Владимирович, касаемо вашей ситуации, то есть я так же вам говорю, соответственно, вы бы в нее так же и не попали. И, соответственно, мы бы с вами не разговаривали. Еще и не выбирайте ничего, просто как станок токарный. Что воткнули вам в это, в жерло, то вы и обтачиваете, да? Ну это проституточная работа. Вот реально, вот в очко воткнули и долбят. Вот сейчас, вы вынуждены терпеть. Я же сейчас даже... Ну, так правильно, ну а почему нет? Вы думаете, а, из банка, значит, я испуг... Если вас конкретно данный вопрос интересует, у меня лично, например, то же самое, абсолютно белоснежная кредитная история и проблема... Да нечем гордиться. Причем здесь кредитная история? А какие ваши годы? Какие ваши годы? С моей точки зрения, белоснежно. Понимаете, гордиться то, что вы в стаде, то, что вы даже не удосужились почитать, что вам дают ваши же собственные деньги, а потом с вас же их требуют с процентами. Вы даже вот этим гордитесь, понимаете, что вы идете в стаде, и вас ведут стричь куда угодно. Белоснежная кредитная история. Никому не говорите, особенно детям своим, которые у вас будут. Пока вы работаете коллектором, либо взыскателем, не думайте о детях, не надо вам размножаться. Вот. Сергей Владимирович, в данном случае еще раз вам... Олежка Тиньков, красавчик. Он с вами не в досудебном порядке, но, соответственно, в судебном порядке... А я... Вот и что теперь? Ну и что? А на этом я с вами прощаюсь. Подумайте, подумайте, юноша, о том, что я вам сказал. Подумайте, гляньте. Справочную литературу... Нужно в первую очередь вам по поводу... Да я-то подумал, я же вам сказал в начале разговора, что я подумал, взвесил все аргументы за и прочее. Так, я вам озвучил все, соответственно, последствия не оплаты. Да какие там последствия? Никаких последствий не будет, юноша. Спорим на 100 долларов. Белоснежный, кроме испорченной кредитной истории, без этой истории Белоснежной. Господи, боже мой, лучше посредством жить, понимаете? Хорошо, я вас понял. Белоснежная у него кредитная история. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смеяться над вами надо. Сергей Владимирович, по завершению нашего разговора, коротко хотелось... Хотелось бы рассказать стишок, да? Итак, на стульчик залезайте и рассказывайте. Сергей Владимирович, скажите корректно. Я с вами корректно разговариваю. А я с вами корректно? А что такого? Мне интересно, что юноша, который младше меня, значительно расскажет мне сейчас стихотворение Самуила Яковлевича Мальшака. Сергей Владимирович, еще раз повторяю. Не будете рассказывать? Ну тогда Борягино расскажите, Лермонтова Михаил Юрьевича. Хотите разговаривать? Хорошо, я вас... Смотрите, вот вам надо обязательно в определенном регламенте закончить разговор. До какой степени проституточная работа, а? Вы даже вынуждены терпеть... Сергей Владимирович, да не получаете голос. Все хорошо у вас будет, если вы за ум возьметесь. И не будете вы больше на этой скоткой работе. Да вы не радиоприемник, запомните, вы человек. Вы человек озвучил. То, что вам написали в методичках, не обязательно читать. Нужно еще мозги включать, юноша. Сергей Владимирович, я вас понял. Я вам озвучил. Озвучил. Озвучка у тебя там стоит в заднице. Сергей Владимирович, намерюсь разговаривать корректно. Вам и связываются еще наши сотрудники. Давай, тоже радиоприемники будут звонить мне, да? Друзья, вы заметили, как только Герпес Адольфович немножко отдохнет, а его не было какое-то время, он прям в духе, прям такие хорошие ролики выкладывает. С вас, конечно же, лайк. А как он повеселился? Ну, изящно опустил. Просто виртуозно, мне кажется. Чувак просто даже и мысленно пустил хамить. Он понимал, что он все глубже и глубже погружается в то дерьмо, которое из него льется. А, ну, колоссос он и есть колоссос. Тинькови он работает, либо в каком-нибудь МБА Финанс. Как бы он корректно не пытался сдерживаться, настроение ему, конечно же, Герпес Адольфович попортил на остаток дня. Друзья, ну а вам, я надеюсь, Герпес Адольфович настроение поднял. За что ему лайк, репост в соцсетях. Ну, а если серьезно, то Герпес Адольфович является нашим бессменным сотрудником, руководителем юмористического отдела. Ну, и у нас еще есть юридический отдел. И как он работает, вы можете посмотреть, пройдя по ссылке, которую вы найдете в описании ролика, либо вот сейчас прям посмотрите в уголочек видео, наведите курсор на видео, изображение, да, и там появится восклицательный значок, подсказка. Вот оно, видите? Ага. Нажмите на нее, попадете на наш сайт, ну, либо в описании ролика. Тоже есть ссылочка на наш сайт. И там есть видео, видеопрезентация, как устроена работа кредитных юристов компании Аля. Зачем я вам это говорю? Говорю я это для новых посетителей нашего канала, для новых подписчиков, кто подумывает все свои дела кредитные привести в порядок. А именно не выплатить в банк все, что должны, как банк говорит, а действительно в правовом формате, в документальном, сделать так, чтобы банк сам отказался от претензий, да? Не удивляйтесь. Так сделать можно абсолютно законно. Как это произойти может лично с вами? Посмотрите эту презентацию и все поймете. Ну, а с вами был Кузнецов Дмитрий, руководитель компании ЛЯМ, Центра юридической защиты. До свидания вам, хорошего настроения и финансового здоровья. Всего хорошего, друзья. Субтитры подогнал «Симон»